Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса Таносян. Задание 73. В тетраэдре А, Б, Ц, Д точки М, Н и П являются серединами ребер А, Б, Ц и А, Д. Отметим точку М, Н и П. М – середина А, Б, Н – середина Б, Ц, П – середина Ц, Д. Еще нам в условии дано А, Ц равно 10 см, Б, Д равно 12 см. И нам нужно доказать, что плоскость М, Н, П проходит через середину К ребра А, Д. Тогда мы запишем это так. Плоскость М, Н, П – это плоскость, которая лежит в сечении тетраэдра А, Б, Ц, Д. Это сечение пересекает его ребро А, Д. И пусть оно пересекает его в точке К, а нам нужно показать, что точка К является серединой А, Д. Это первое. И еще нам нужно найти. Найти нужно периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра плоскостью М, Н, П. Ну, плоскость М, Н, П пересекает ребро А, Д в точке К, значит, нам нужно найти периметр М, Н, П, К. Ну, первое. Докажем, что точка К является серединой А, Д. Для этого мы построим сечение М, Н, П, К и рассмотрим, начнем с отрезка М, Н, который соединяет точки М и Н. В треугольнике А, Б, Ц он является средней линией, потому что соединяет середины сторон А, Б и Б, Ц. Следовательно, М, Н параллельно А, Ц. Тогда, если М, Н параллельно А, Ц, то М, Н и параллельно плоскости А, Д, Ц, в которой лежит прямая А, Ц. А, следовательно, М, Н параллельно и прямой П, К, по которой сечение М, Н, П пересекает плоскость А, Д, Ц. Так, теперь дальше мы имеем две прямые П, К, которая параллельно М, Н, а также мы имеем прямую А, Ц, которая параллельно М, Н. Две прямые параллельно третьей, следовательно, они параллельны. П, К параллельно А, Ц, а раз так, то тогда, поскольку точка П – это же середина, Ц, Д по условию, то тогда П, К – это средняя линия треугольника А, Д, Ц, А, Д, Ц, а, следовательно, точка К является серединой стороны А, Д, или серединой стороны ребрата треугольника А, Д, что и требовалось доказать. Второе. Теперь нам осталось найти периметр четырехугольника М, Н, П, К. Ну, естественно, периметр складывается из суммы сторон этого четырехугольника. Сторону М, Н мы можем найти как среднюю линию, она равна половине стороны треугольника А, Ц, которой она параллельна. Значит, это одна вторая А, Ц по условию от десяти равно пяти сантиметрам. И тут же мы можем записать, что П, К – это тоже средняя линия треугольника А, Д, Ц, как мы показали. Следовательно, П, К тоже равно половине А, Ц, ну, стороны которой она параллельна. Значит, П, К тоже равно пяти сантиметрам. Таким образом, отсюда мы можем сделать вывод о том, что М, Н, П, К – это параллелограмм, а следовательно, ну, параллелограмм, потому что М, Н и К, П параллельны и равны по первому признаку параллелограмма. А тогда для того, чтобы вычислить периметр, нам достаточно вычислить сторону П, Н, она равна стороне М, К, и если мы одну из них вычислим, то мы будем знать и четвертую сторону параллелограмма. Так, ну, даже если мы М, К будем вычислять, то это средняя линия в треугольнике А, Б, Д, следовательно, она равна половине стороны, которой параллельна, параллельна Б, Д. И тогда это будет равно 1 вторая от 12 сантиметров, это будет 6 сантиметров. Ну, и теперь осталось нам вычислить периметр. Периметр М, Н, П, К будет равен 2 стороны по 5 и плюс 2 стороны по 6 сантиметров. Это будет 10 плюс 12, 22 сантиметра. И это искомый периметр четырехугольника М, Н, П, К. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.